привет с тобой толкователи для тебя вещают вадим новиков и андрей кротов привет в гостях у нас сегодня валерий ковалев деревенщина со стажем создатель подкаста тьфу деревня ссылочка него все есть в описании привет валер привет привет сегодня мы будем обсуждать необычный вопрос как современное российское кино старается осознать глубинку на примере недавних проектов сериала топе фильме человек из подольска и других схожих проектов смотрите ребята у меня первая ассоциация когда идет вопрос насчет обсуждения именно глубинок в современном кино российском первая ассоциация которая возникает это левиафан звягинцева тоже там как раз ну такая прям глубинка глубинка все построено на сюжетной драме персонажей которые как раз находятся вдалеке от центральных городов типа москвы и питера все такие стереотипы которые есть условно говоря у жителей центральных городов глубинки россии они как раз все показаны то что беззаконие творится то что люди никаких не то что перспектив не видят только сидят и бухают которых могут осудить незаконно про это никто не узнает есть какая-то большая жизненная драма которые ну суждено остаться только в этой небольшой глубинке очень интересно что вот эти именно стереотипы работают так что вот вроде бы это сборная солянка из того что вот как бы часто говорят про русских и ты такой смотришь это ну по моему это очень честный взгляд вы знаете мне наверное этим фильм и не понравился но я не могу сказать что мне прям вот я прямого ненавижу еще что-то но я вот его когда досмотрел у меня вот какой-то такой осадок остался что это что-то близкое какой-то документальной работе ну там нету какой-то скажем так морали что ли вот я реально я просто посмотрел этот фильм вот это просто какая-то вот такая реальная история очень тяжелая грустная и что из нее должен вынести я до конца так и не понял хотя звягин свой я в принципе очень люблю но он неприятный прямо скажем приятного в нем мало это есть на самом деле отдельный жанр ну как поджанр можно сказать в кино slice of life это типа отрезок жизни просто показан как бы без купюр какой он есть это не документалистика конечно это абсолютно выдуманные истории так далее но в ней настолько много жизни что ты невольно думаешь что это легко может основано быть на реальных событиях потому что есть вот такое ощущение это знаете опять же как стереотип то что если в москве там или в питере когда там можно в принципе легко к себе приковать внимание и поднять какой-то вопрос несправедливости он хоть как-то будет услышан вот там не знаю дело того же голунова например то ощущение что в глубинках как раз так и происходит эти стереотипы очень хорошо работают как раз на создание такой жизненной модели как это действительно все было в реальной жизни да я согласен смотрите давайте так очень многие называют левиафан чернухой как и в принципе вот когда показывают такую плюс-минус реальную жизнь в россии это чернуха вот я хотел бы отделить вот этот момент вот грубо говоря если мы берем какой-нибудь груз 200 балабанова то вот там действительно чернуха это такое очень тяжелый арт-хаус который бьет по нервам за счет вот такого зашкаливающего там ну безумия которое творится на экране а левиафан работает гораздо более тоньше но почему-то вот эмоционального отклика этого мне не вызывает а вот допустим следующая работа звягинцева не любовь не любовь в этом плане она точно такая же реалистичная но совершенно по-другому работает со зрителем возможно это прикольно то что у одного режиссера могут выходить настолько разные фильмы они конечно оба очень холодные но не любовь взывает какую-то вот прям бурю эмоций от того что вот есть какой-то там ребенок то что это вполне себе реалистичная ситуация когда там никто его не ищет никто его не любят и весь фильм просто пропитан этой такой жестокостью но понимаешь просто тут есть ведь как раз момент что не любовь это как раз про ну условно говоря жизни в таком более крупном городе левиафан отличается то что как раз показано на глубинкой у меня вот лично как у москвича который честно сказать в российской глубинке никогда и не был есть вот такие стереотипы которые но этот фильм оправдывает и у меня есть только такой знаешь зарождающий страх то что не дай бог мне туда попасть более того да у меня есть предположение как раз что фильм именно на таких стереотипах и играет ну то есть что на самом деле россия в таком фильме сама себя не узнает а вот москва и россию такого фильме очень хорошо узнает смотрите у левиафана и не любви одинаковая тональность и по мне так у звягинцева что в левиафане где-то в пердях настолько в глубине россии что там там никто не слышал про это место люди точно также несчастливы как и сердце россии в москве я не думаю что здесь звягинцев именно последовательным в том что это все в глубинке так происходит москва это такой вот радужный город нет люди типажи здесь точно такие же там даже некоторые актеры одни и те же позволю не согласиться себе вадим мне кажется что левиафан без того что он происходит в глубинке невозможно потому что там как раз и есть прямое противопоставление глубинки и опять же москвы туда приезжает кто там адвокат из москвы которые оттуда потом с позором бежит и это демонстрирует что вот есть ребята москва вот там вот вы адвокаты а есть вот россия и здесь совсем все по-другому работает и это не москва я к чему просто вадим смотри действие фильма не любовь может происходить в той же глубинке в том же городе вообще в любом месте это просто показано как жизненная драма именно определенных людей ну да а в левиафане все как раз и заключается в том что показать россию такой как она есть ну как бы так подразумевается на на деле мне вот как раз кажется что это больше работает на стереотипах вы боитесь что там так вот там так а там так да 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 мне тоже так кажется а вот кстати ровно противоположная точка зрения есть в спектакле и потом фильме под названием человек из подольска там да да нас пытаются донести что вот есть глубинка и что эта глубинка это не не серость это не ужас что там тоже много всего интересного там тоже есть своя история если у тебя достаточно живой ум то ты сможешь и и в этом всем находить красоту вадим коротко расскажи про сюжет фильма человек из подольска ну во первых валер спасибо за наводку принципе действительно очень годные необычное кино она рассказывает про молодого человека который оказался в такой жизненной ситуации наверное она в принципе многим тем кому где-то около 30 лет эта ситуация знакомая когда ты по сути не знаешь куда двигаться дальше и ему на помощь в этот момент внезапно приходят милиция или полиция кому как удобнее и они вместо того чтобы бить его в отделение когда они находят его на вокзале без документов или там пытаться как-то его раскрутить на деньги они начинают его перевоспитывать и дальше начинается я даже не знаю как это назвать но ты сидишь и смотришь этот фильм просто с открытым ртом потому что это такой суровый арт-хаус но в это же время очень веселый и ну наверно этот фильм можно вот прям универсально советует любому человеку который живет в россии я бы начал с того что человек из подольска в первую очередь спектакль изначально с какой точки зрения я смотрел на спектакль или потом фильм стоит точки зрения что вот есть у человека какой-то его родной город до подольск данном случае а есть у него москва в который он ездит и он как бы для него подольск это ну ну такое что что было всегда что не может быть интересным как там его девушка это также приводится пример да что вот есть его девушка есть там вот это вот дома госпожа капитан и да что вот у тебя есть что-то что что ты не ценишь и тебе кажется что за забором трава зелень вот и в данном случае по моему имеет место такое понятие как все вот эти подмосковные города они высасывают у себя всю точнее москва высасывает жизнь из всех вот этих вот подмосковных городов ты знаешь но у меня такое ощущение сложилось что у главного героя нету никакого вожделения к москве в плане что когда его спрашивают о том вот ты работаешь там в местной газете там ювау или вы же сумасшедшая песня и чем-то пели я так понимаю что у него в принципе нет интереса к окружающей его жизни самом плане что когда она спрашивает вот ты там едешь на троллейбусе или еще где-то что-то там видишь то есть но как бы да тут есть вот эта драма такого подмосковного жителя который там целыми днями катается на электричке туда-обратно но для него по моему москва точно такой же как бы серый город как и подольск я думаю что здесь нету какой-то драмы какой-то вот именно вот этой границы миров москвы из амкадия тут скорее драма просто такого целого потерянного поколения которые ну которых скажем так не научили любить родину а в ней очень много чего есть прекрасного и вдруг полиция должна на себя вот примерить такую роль просветительскую ну слушай это огромный но можно с такой точки зрения посмотреть я согласен но то есть он же там говорит про амстердам что о вот там вот вот все классно вот в амстердаме там что-то офигенно и музыка там какая-то у них классная а у нас вот что-то какой-то да и там это типа всем нужно тут никому не нужно да не она он транслирует очень популярное мнение с которым авторы постановки и фильма я так понимаю что не согласны слушай я бы не сказал что тут как это поколенческая проблема а тут проблема отсутствия живости ума что ли они что мне просто так делают мозговую зарядку понимаешь вот это пивой 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 вот они это делают совершенно не просто так а чтобы справиться с закостенелостью мозгов и суть не в возрасте закостенелость мозгов такая может быть и в 14 и в 50 и в 35 вот суть в том что нужно учиться смотреть вокруг себя и нужно учиться интересоваться тем что вокруг тебя вот это я кстати понял сидя в деревне да вы ржете над над тем что мне я за птичками стал наблюдать а это на самом деле вот как раз одного порядка явления да как полюбить свой подольск и начать слышать там своего там зяблика который в прошлом году жил а ты дорогой слушатель если не понимаешь каких птичках речь послушай подкаст валерия и о чем подумал вам не кажется что вся эта современная тенденция она именно как раз современное то что общество у нас в россии очень недовольна условиями которых она живет и даже не обращает больше внимания на плюсы и минусы а просто всегда у соседей трава зеленее есть общая тенденция к тому что неважно это подольск это москва это не знаю питер нижний новгород там город n условно говоря любой вставь который тебе понравится и всегда есть вот это желание то что я живу в плохих условиях я хочу куда-то переехать куда-то двигаться как будто там жизнь заиграет новыми красками с одной стороны ну хорошо когда поднимаются такие вопросы в картине и как бы ну дает показать человеку то что на самом деле да нужно как бы не то что радоваться тому что имеешь а нужно как раз чтобы у тебя был живой ум и да и подмечать какие-то нюансы положительные не видеть только негатив но и это ведь слегка ну где-то слегка но похоже на какую-то политическую пропаганду вы не находите во многом слушай есть так но я не знаю я бы не сказал мне кажется но поговорка то что о том что трава у соседа всегда зеленее это поговорка интернациональная и она старая мне интересно почему это в последнее время в художественных произведениях стала всплывать часто вот эта тема того что оказывается вокруг нас есть россия и она может быть интересная андрюх вот возвращаясь к тому что ты сказал но вот допустим мог бы быть человек из подольска какой-то такой гос заказухой да вполне вот он прям вписывается в этот концепт но это совершенно не знаешь этот сценарий вот он настолько пропитан какой-то такой любовью к жизни что никакого отношения просто каким-то таким вот силам режима это не может иметь никакого отношения да у меня просто мысль появилась о том что как раз проектах которые мы сегодня обсуждаем как бы всегда есть та или ну в том или ином формате какая-то тема ну условно говоря миграции внутренней внешне неважно и когда фильме акцентируется внимание на том что условно говоря место где ты родился и живешь но не такое плохое именно как раз в концепции почему это стало популярно за последние пять лет ну политические мотивы тут как бы сами по себе как бы возникает теория но это больше по моему какая-то конспирологический а вот я бы не сказал это естественная реакция организма на внешнее давление ну потому что все эти фильмы там не знаю книги из какие-то спектакли ставят люди творческие которые не живут в вакууме но есть определенная среда довольно агрессивная и ну то что это все выливается вот в такое творчество по моему это вполне закономерно но не знаю я бы сейчас прямо сейчас не стал бы браться за такие выводы мне кажется и можно посмотреть дальше обзорно а потом уже мы будем пытаться обобщить и делать какие-то выводы и прослеживать какие-то закономерности в 2019 году дарья бабы лёва написала книжку под названием в юрки услышал я про нее в подкасте некогда глаголев fm там был подкаст социология стрёма и там обсуждали всякие стремные штуки и вот одна из этих стремных штук это была как раз боязнь глубинки боязнь деревни боязнь который присуща городским жителям вот перед окружающий город россии нас в нашем случае ух ребята если бы вы видели сейчас глаза валеры да и там но сюжет довольно простой деревня куда приехали значит люди летом и внезапным совершенно магическим образом исчезает выезд из этой деревни и интересно то что писательница которая написала этот эту книжку дарья бабы лёва она на самом деле не столько писательница сколько демонолог у нее образование демонолог она разы очень хорошо разбирается во всех этих российских точнее древнерусских там этих демонах леших домовых но она в общем профессионально изучала вот этих вот всех всю всю эту нечисть российскую и написала про эту книжку и книжка с художественной точки зрения для меня не так цена как именно с вот этой вот научной точки зрения по расширению кругозору кругозор о том как какая вот там нечисть значит водится вот и а в нынешней культуре и и но очень мало этого всего хотя там огромный очень объемный пласт и очень интересный концепт звучит так что стивен кинг может начать кусать локти вот и вот такие вот темы очень очень круто рассматриваются в этой книжке и по моему это какой-то будущий тренд ну к пророчествам пройдет пройдем в конце выпуска я думаю и вот но вот эта книжка она очень очень важная по моему вот в текущем текущем движении художественно в российских фильмов и книжках вообще художественные произведения я считаю что это очень прикольно потому что ну на западе да есть огромное количество фильмов и сериалов которые обыгрывают каких-то древних чудищ каких-то волшебных зверей и прочее там я не знаю однажды в сказке братья грим даже не западный но да в принципе не но вот этот эта фольклорная история она всегда очень интересно а именно в реалиях россии но у нас к сожалению очень мало такого современного контента которые обыгрывают каких-то не знаю древнерусских богов там или но действительно вот этого лешего еще что-то в это же действительно очень интересно до хорроров короче можно снимать еще лет сто да 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 и там во все вот эти поверья там я не знаю в черных кошек то что там не знаю ночью нельзя в баню ходить это это все растет оттуда и это все нас окружает а мы просто не знаем что вы знаете есть в американском кинематографе такой жанр как южная готика вода она с ну как бы основная цель это то что показывают тебе какой-то юг америки который как раз условно говоря глубинка в которой происходят разные иногда и мистические моменты иногда просто там определенная жестокость и это по факту вот мы сейчас обсуждаем как в россии зарождается некий схожий жанр только не южная готика как понятно из названия у нас русская готика вот так да какая-то возможно не о готика интересное кстати словосочетание я не могу сказать что я его где-то слышал я вот как раз подумал о том то что знаете в американской культуре ведь много как раз хорроров когда люди условно говоря живут где-то на отшибе опять же в глубинке там где-то пригород какого-то города и прочее и с ними происходит как раз там мистические вещи потому что ну для жителей городов мистика для мистики как будто место не остается у нас в основном знаете так времени всегда не хватает и стараешься успеть на какую-то работу встречу там куда-то бежишь вечно и прочее просто там дома падаешь кровать и засыпаешь а как раз когда ты обедный домовой вот топчет топчет и ты его не слышишь тебя просто нет на это времени да в том то и дело и как раз прикольно как вот в некоторых фильмах и книгах тех же поднимаются как раз прикольно российская культура в этом плане на это как раз это кажется что то что с нами было долгое время уже достаточно но именно в кино видишь это как будто не то что впервые но вот для нового такого неискушенного зрителя прям впервые действительно да 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 и мне это как раз нравится через вот такую призму рассматривать взгляд в россию как такое знакомство с вот этой вот окружающей страшной россии а то что незнакомо она обычно страшно я предлагаю перейти к следующему пункту нашего сегодня путешествие это наверное фильм мертвые ласточки режиссера наталии першиной вот и там как раз вот эта тема в юрков она продолжается она не настолько там глубоко но она продолжается там парень он значит вец по моему да и актер в один из пепла ну да в каком-то театре выступают скорее всего в москве да он поет хорошо короче разжалет и поет русские песни старые там но суть в том что вот этот вот парень у него там девушка забеременела ему надо как-то от нее скрыться вот он такой нехороший он не хочет платить за аборт своей девушки и вот он с другом который там же у него театре работает вот они вместе едут куда-то там глушь по реке спускаются на лодке туда видимо на чем не доедешь не дойдешь и там начинается всякая фигня сначала к ним приходит дядька незнакомый который вообще на беглого зэка похожа там вроде как я там тюрьму как а так он и был беглым зэком а ну или был даже я не помню не он прям это открыто говорит я просто фильм сегодня смотрел когда готовился под коза ну вот да то есть там вот беглый зэк потом там дальше начинается какая-то бесовщина какая-то там тетушка шишимара пумушка шишимара там они кикимура так называют появляется который там начинает искушать там над ними прикалываться исполнять желание исполнять желание потом там значит дух дяди дяди или деда там кого-то да появляется и леший там потом есть какой это временами от стремный фильм вот когда вот эта ночная бабка приходит это действительно прям крепота да-да-да-да крепота согласен значит мне очень понравилось то что два главных героя в них есть вот некоторое противопоставление да то что это изнеженный городской мальчик актер и такой деревенский парень который потом приехал учет там в жизнь добился работы там в театре каком-то и все дела то что у них очень разные характери все верно но я тебя немножко поправлю что среди этих двух парней есть еще третий парень и этот парень ты зритель и игра как раз идет именно на тебя именно на том чтобы ты прочувствовал по моему но на мой взгляд авторы хотят этого добиться чтобы ты прочувствовал весь этот ужас который там в лесу живет что вот если ты вот такой молодец то все нормально ужас тебя стороной обойдет а если ты вот такой вот говню то не обойдет ну да вот если что в этом фильме мне конечно не очень понравилось это концовка она немножко смазанная и хотелось что-то прям пожестче что ли но не знаю но для дебютной работы я думаю это конечно невероятный успех мне нравится как в подобных фильмах показывается ну нас во первых их важность когда показывают опять же условно говоря русскую готику но она знакомится русским фольклором условно говоря мы много знаем про различные мифологии из фильмов популярных там американских голливудских и прочее там про бугимэнов различных там не знаю оборотней и всего прочего а вот про русскую культуру как будто многие забыли и вот когда в современном кинематографе берут на самом деле достаточно классический сюжет но это все заправляют именно российским колоритом это играет совершенно новыми красками да все верно потому что это понятнее и не по и ближе в то же самое время но страшнее и непонятнее в то же самое время потому что нам в фильмах ужасов привычнее видеть какую-нибудь там я не знаю техас вот чем у любит вы знаете я перед тем как начать записываться я в принципе начал листать на кинопоиске фильмы которые смотрел и вот припомнить самый наверное ранее иностранный фильм который обыгрывает вот эту ситуацию когда там из города приезжают какую-то сельскую местность и там происходит какая-нибудь дичь там неважно там гопники людоеды мистика какая-то еще что-то там слэшер это или нет или чистый хоррор и у тебя на вскидку кто самый какой первый фильм по невидиму ты знаешь я вспомнил соломенных псов с дастином хоффманом это 71 год 71 то есть эта тема начала обыгрываться в мировом кинематографе но он какой-то там и по американский по моему профессор который приезжает со своей невесты в какой-то дома и и там если ну где-то там в деревне или еще что-то там короче местные гопники начинают их там терроризировать скажем так но я думаю то что да это наверное вот самый старый фильм а ты какой можешь помнить у меня на вскидку пришло на ум джиппер скрипперс относительно молодой фильм понимаешь ну да это это вот опять же типичный слэшер джиппер скрипперс когда там какие-то там пацаны там выезжают на природу там из города и там начинают они известны неизвестности не до бенка и сайлент хилл ведь тоже об этом эти фильмы в принципе никогда не заканчивались тут недавно было солнцестояние очень кстати похожий на мертвых ласточек фильм netflix ритуал где городские по моему они англичане или ирландцы они там отправляются куда-то в горы и там все по мотивам скандинавских мифов там вплоть даже до локи доходят но я просто думаю то что на волне ты согласись что это не так страшно и это не так жутко как это выглядит фильмах про то же самое но только в российской я не могу согласиться понимаешь это все равно зависит от того насколько качественно это снято согласен просто вот на волне становления именно российского кино да вот современного хорроров действительно не хватает но что примечательно понимаешь вот эти деревенские локации это всегда очень дешево в производстве и в нашем случае выглядит очень аутентично это интересно как местному зрителю так и прикольно экспортировать куда-то на запад да если я вбросил маленькую маленькая маленькая произведенец это короткометражка чай с петром мамоновым в главной роли я вам сейчас ее перескажу она коротенькая очень простая но довольно симптома не симптоматичная вот в нашем как раз контексте там значит девочка у нее она эта фотомодель по моему вот у нее что-то вот там парень ее бросил она вся такая несчастная и фотографируют она вот значит плачет работать не может все бросает садиться в электричку и вот и едет куда глаза глядят буквально по крайней мере в электричке да как бы далеко не уедешь на самом деле но вот она вот такая вот села и все и вот она значит где-то там гуляет по лесу и это как бы как как бы сейчас сказала какая-нибудь блогерша инстаграмная заземляется в общем всеми силами она прошу прощения это можно немножко этимологии это сухопа смысле с небес на землю да или чё не 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 это короче как бы негатив свой но насколько я понимаю этот термин я тоже не глубокий у меня в этом познание это значит негатив там свой куда-то его сливать и получать какую-то подпитку это неожиданно честно говоря спасибо все пожалуйста обращайтесь и пользу курсы личностного роста с валерий сленга ты хотел сказать так вот и значит она там всеми значит на силами там заземляется и тут ей как бы уже пора бы обратно ехать уже все достаточно заземлилась и тут значит маму из вылез из леса и говорит а ты чё тут делаешь когда вот заземляет он такой отчеты во все ты уже обратно ты не уйдешь уже вот тут вот там ворота закрыли уже калитку и ты все уже не уедешь обратно надо когда ну нафиг какой-то вот иди проверь а значит идет проверяет вы представляете даться абсурдной ситуации девочка идет по лесу приходят какой-то калитки стучит в нее и не может как бы обратно пройти она не может обратно уехать к себе значит на электричке в город свой ну вот она значит возвращается к этому мамонову и говорить так это вот не могу уехать он такой ну вот беда давай чай пакет и вот там вокруг этого всего крутится что вот чай заваривает тогда у тебя внутри все хорошо значит вот у тебя и чай вкусный получается а когда значит говно когда не заземлился тогда и и чай говно и вот вот такая короткая простая мысль потом она на следующий день благополучно уезжает и вот такой значит пьет чай который она заварила такой вкусный чай ну ништяк вот таким образом значит девочка пережила какой-то вот такой вот внутренние какое-то перерождение да когда она уехала хотела на часок значит там по лесу погулять у нее не получилось и она вот с этим дедом там болтала болтала и он перевернул ее вот мировоззрение и все вот она поменялась это вот такое по моему здесь обыгрывается восприятие горожанина о том что ой что-то я устал учета все плохо сейчас я как поеду в деревню как я сяду там на скамеечку на лавочку или посижу на травке заземлюсь вернусь и все у меня значит мировоззрение моё перевернется такая как бы комнатная деревня здесь обыгрывается вот вот тут с такой точки зрения в поездка в глубинку воспринимается как что-то такое безопасное максимально эффективное но но вроде как вот она не могла вернуться но вроде как все равно вернулась и пен всего там девочка на то с дедом посидела где-то в домике как он так ну да когда условно говоря глубинка показывается не такой мрачный пугающий со всеми стереотипами а то что можно просто отдохнуть банально да 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 такая карманная такая глубин вроде 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 незнакомое что такое там какой-то диету но довольно стремновато их встреча выглядит потому что молодая девочка и и дед какой-то стремный без зубы видимо модово он страшный вот но вроде как вроде как и ничего страшного вернулась ничего нормально и этой на пользу еще и пошло потому что там еще и мобильник не работал вот это кстати классическая ситуация вообще для всего что мы сегодня рассматриваем но почти что у тебя нет мобильника у тебя нет внешней связи ты знаешь вообще прикольно что именно на эту роль взяли мамонова потому что ну кто вот если не он он прям как вот такое олицетворение мне кажется вот в таком хаус нам мире таком я не знаю вот из серии какая-нибудь он как будто такой потусторонний да он знаешь он он немножко блаженный такой есть вот в нем это да 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 как фильме остров то же самое я чуша мне кстати жена тоже самое сказала я и когда говорю вот смотри короткометражка чай значит вот там деда значит играет мамонов это как господи он что-то одних дедов философов играет и все ну да вот вот такой мама он очень хорошо подходит на эту роль это прикольно как с той точки зрения абсолютно противоположное опять же показано мы вот обсуждали что глубинка это там или несправедливость какая-то ну условно говоря юридическая такая жизненная больше несправедливость или какая-то мистическая а тут как бы показано то что россия она может быть не пугающий а достаточно мудрый и успокаивающий то есть ну это сейчас конечно не очень хорошо прозвучит но знаете как политики очень часто говорят про россию то что большая щедрая великая ну как-то чаще всего у городского жителя нет такого ощущения он чаще всего или в рутине просто копошится и не воспринимает глубинку как что-то такое умиротворяющие там это условно говоря знаешь съездить на рыбалку это конечно да одно но вот именно где ты можешь подзарядиться и условно говоря тебя это может успокоить и придать сил но я бы это рассмотрел с другой точки зрения которая мне больше близка что вот в этом фильме показана как раз такая знаешь карманная безопасная комфортная такая глубиночка такая когда ты на электричку сел и ты такой через час и все и заземлился но на самом деле россии это не такая мы с вами знаем и других других как раз произведения которые мы сегодня рассматриваем там как раз ровно противоположным говорится как бы нам страшно и неизвестно а ну вот это вот карманная россия зовем ее так что вот ты на электричку сел вышел и все и сразу хорошо это вот такая мечта горожан мне вообще нравится как во всех этих проектах всячески противопоставляется москва и россия отдельное прямо государство внутри государства как будто знаешь многие или из россии хотят уехать в москву или из москвы в россию это очень интересная идея да ну да москва это государство в государстве по моему тут даже нет смысла это спорить и обсуждать но и вот эти фильмы они все как раз этой подтверждают что есть москва а есть россия и те кто живут в москве они не живут в россии от те кто живут в россии они не живут в москве и они вообще говоря эти люди друг друга не любят но очень хотят друг другом стать наверное но точнее я бы сказал так что москвичи они думают что очень хорошо знают россию но вот глядя как раз через призму этих произведений мы понимаем что на самом деле москвичи то и ну и горожане они не понимают и они очень боятся того что окружает за границей городов эти города вот а россияне наоборот те кто живет глубинке очень хотят попасть вот туда за стену за дорогу кстати следующее произведение которое я хотел бы рассмотреть это фильм под названием незамысловатым названием роб вот режиссер там иван шахназаров возможно это тоже какой-нибудь сбютный фильм я не копал вот он 2017 года тоже довольно свежий там как раз речь идет о том что вот какие-то там уездные музыканты к ним случайно там каким-то более судя по он он хотел уехать кстати в москву но не успел вот он там на поезд и вот он забрал там какой-то там забрел сельский или уездный какой-то там значит дыка это играет там какая-то ругруппа и он этой ругруппе такой говорит вот ребята я из москвы вы очень классно играете вот вам моя визитка приезжайте в москву я вот работаю на радио урок приезжайте ко мне ничего себе москва ради урок вот это да и вот что они делают конечно же они собираются и автостопом едут в москву москву автостопом на перекладных и у них начинается опять вся эта дичь опять эти стереотипы которые есть мертвых ласточках частично и которые есть и в левиафане и вот значит у них начинается вот эта вся дичь типа есть сбежавший язык с которым они встречаются есть какой-то тоже фольклорный персонаж да 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 есть какой-то маньяк убийцы которые значит за ними там гоняется и хочет убить заказной убийца которого они случайно украли денег потом они встречают значит кучу каких-то толпу сектантов русичей которые значит вокруг костра танцуют я смотрел этот фильм и я понимаю господи это опять ровно те же самые стереотипы сбежавшие зэки какие-то двинутые сектанты какие-то какой-то маньяк который хочет тебя убить совершенно вообще хотя там причина то есть но это выглядит все так вот угарно что понимаешь что господи это по-любому это снимал городской житель это снимал человек который либо слишком хорошо знаком с россией что он так прекрасно считывает эти стереотипы либо он вообще с ней не знаком что ему эти стереотипы присущи вот вот такой вот фильм он мы не скажу что он какой-то какое-то он художественное значение такое имеет но вот симптоматично очень симпатично там есть еще водителя который плохо говорит по-русски он явно какой-то вот из азии из какой-то средний водителя он как бы провоцирует все вот эти события трешовые которые начинаются вот провоцирует смерть вот этого водителя хотя в конце он вроде как и не умер и он их увозит более того обратно в россию так вот да вот такая вот милая трешовая но она даже комедия скорее вот такой вот фильмец кстати они потом добираются до москвы в москве у них ничего не получается потому что вот эта радиостанция на которой они торопились она сгорела и они едут обратно в россию уже даже немного вот современный так сказать стереотипа россии как раз то что не русские водители скажем так которые по-русски-то не разговаривают то есть это не то что условно говоря веками передавалась как там фольклорные истории это прям уже современный такой стереотип который очень жизненным на самом деле является это но это московский стереотип потому что на самом-то деле в глубинке вообще говоря все русские а в москве нет вы знаете ребят мне фильм урок по вайбу очень напомнил тоже относительно свежую работу как витька чеснок вез лёху штыря в дом инвалидов потому что это тоже road movie с множеством колоритнейших персонажей и это прям история болезни россии вот да как ты вот андрюха сказал до эфира что именно так москвичи представляют себя наверное глубинку но вода мне тоже напомнила тут только не в том контексте что идет противопоставление к примеру москвы и россии а вот как раз как ну вот я как москвич именно как раз так представляю жители каких-то небольших городов блин вот я нет но у меня есть такое какое-то знаешь но это не то что я так думаю и твердо уверен есть какой-то такой стереотип это стереотип условно говоря жители небольших городов они такие ну скажем откровенно герои этого фильма они алчные которые больше не хотят работать а просто главное чтоб там квартирку отхватить где-то там тачку себе какую-нибудь девяточку и типа все у них тогда будет вообще жизнь в шоколаде андрюх ну давай так обозначим то что мы с тобой такие москвичи которые выросли но мы с тобой росли в одном районе в одном из самых неблагополучных москвы и честно говоря я я не чувствую этого разрыва потому что у нас вот пол района было именно таких же персонажей то есть я не вижу в этом ничего для себя такого ой божечки ну то есть я не знаю но есть ты конечно вырос там в пределах там со то возможно для тебя бы было бы такое в новинку а тут ты смотришь такое но типичная россия то есть на меня это не производит такого шокирующего впечатления не ну я не говорю по шокирующего впечатления мы с тобой сда не такого не самого благополучного района мягко сказать и я всегда условно говоря знаешь боялся что и это еще в москве что же там вообще в регионах происходит и как раз в этом фильме мне понравилось как показано что примерно схожая картина как стереотипно вот я мог бы ожидать и клёво показана глубина героев то что на самом деле это стереотипно условно говоря поверхностное мнение могло так складываться а внутри это те же глубокие и чувственные люди несмотря на то что там может быть герой со сбитыми моральными ориентирами ну да в итоге все равно есть душа у людей это как раз мне понравилось как показано но опять же дебютная по моему работа и какая глубина у персонажей я честно смотрел на лёху чеснока до в антураже вот этой такой немытой россии русского прости господи рэпа вот и ты такой смотришь и думаешь куда это ну это не может тебе понравится ну то есть первое ну вот начало фильма отталкивающие ты смотришь на этих персонажей они у тебя вызывают какое-то отторжение просто на клеточном уровне я бы сказал просто такое ну просто это вот гадость а потом просто режиссер сценарист я не знаю кто ответственный именно за развитие и но не развитие скорее раскрытия персонажей чеснока но блин это сделано просто великолепно но вот по моему тут речь как раз о о удачном обыгрывании и удачном удачной эксплуатации как раз стереотипов потому что игра на стереотипах она она часто выигрышная оказывается я бы хотел обсудить ну точнее как сказать упомянуть сериал эпидемия вот я его смотрю прямо сейчас снимал его павел костомаров в 2018 году на экран он вышел 2019 я кстати знаком лично с павлом костомаровым могу похвастаться да я заведу наш подкаст году наверное в двенадцатом он презентовал у нас в заведении фильма я тебя люблю которые они снимали там где-то снадаре по моему с расторгуевым вот расторгуев это который в африке погиб не так давно и вот и вот я имел счастье познакомиться как раз и павел снял сериал эпидемия и там значит наверняка многие его тоже смотрели суть там в чем то люди едут из москвы куда в россию вот он к слову восемнадцатом году получился настолько пророческим я не побоюсь этого слова потому что там я я смотрел и удивлялся и меня шокировало а как же так во первых меня шокировал то что там дело все происходит в 40 километрах от москвы и в получасе езды от солнечногорска я вот мы уже больше года живем 40 километров москвы и в получасе езды от солнечногорска по ленинградскому шоссе вот и вот вот это все как раз я вспоминаю когда мы в прошлом году сюда уезжали в деревню как мы собирались вот и это все настолько похоже что я там каждый раз когда ехал в москву я брал с собой ноутбук на случай если меня вдруг не пустят из москвы обратно или наоборот не пустят в москву вот то есть я с собой всегда брал документы я с собой всегда брал ноутбук чтобы я мог хотя бы работать вот если меня вдруг куда-то там и там как раз давай вы знаете 2020 год это в принципе как одна огромная реклама сериала эпидемии фильма заражение я не знаю кто еще выиграл больше от этого чем люди причастны к созданию этих проектов это просто поразительно это поразительно кстати я там еще одну ловил пророческую пасхалку которую они не могли туда вставить никак но там когда 22 главных героя ссорятся и потом один другому говорит слушай ну все ну ладно давай давай обнулились они предсказали весь двадцатый год или они что-то знали целиком давайте перейдем уже к вишенке на торте обсуждение к самому свежему проекту сериал утопе да я очень 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 люблю это этот проект режиссер там владимир мирзоев сценарий дмитрия глуховского 21 года сериал очень вкусный очень красивый очень глубокий очень проработанный я в полнейшем восторге и самое приятное что он как раз опять все о том же самом вот и он дай одним из последних я я с ним познакомился то есть еще там после того как я уехал в деревню вот и тут я вдруг встречаюсь сериалом топе и там я вижу просто весь сакраментальный сакральный и как сказать экзистенциальный ужас горожан перед тем что окружает их города в данном случае и в сериале топе делается на это упор что это ужас москвичей перед россии который их окружает потому что они там в каждой серии говорят а мы из москвы я москвичи у меня в москве и так далее там это путешествие москвичей в россию я хотел бы так озаглавить вообще сегодняшний наш выпуск я прям вижу как ты лежишь на диване и наслаждаешься ага москвичи потому что это так потому что там вот это баня ну то есть если брать как это сказать физический план не метафизический то есть я в него не не стал бы сейчас углубляться а именно физический план а конкретно то что нам показывают на экране вот то там это явное путешествие москвичей в россию опять же не работает мобильный телефон вот опять да опять обратите внимание вот классика удивительно совпадение опять какие-то раздолбанные машины какие-то беглые зэки или не беглые не поймешь их там будущее зэки ну это правда так как какая-то да разрушенная церковь там батюшка какой-то сумасшедший вот какие-то странные жители которые делают вид что все вроде бы нормально хотя вокруг происходит какая-то дичь а местные жители такие да да чё да нормально мы вроде у нас всегда вот так было вот валер пока ты не углубился в размышления я бы хотел отдельно пометить что мне очень нравится в этом проекте многослойность которая там есть на самом деле обсуждение было очень много после выхода ну полноценного этого сериала во-первых по замечательному роману который пользуется спросом и то есть там достаточно острые вопросы поднимаются и отдельно мы уже начали просто сразу обсуждение давайте сначала слушатели познакомим с сюжетом основным хотя бы не просто же там люди решили ну мы уедем из москвы может быть вы знаете я думаю топе надо начинать именно с представления о глуховском все таки это центральная фигура в этом проекте не знаю я мне кажется в отрыве от него это лучше даже воспринимается чем глуховский это сразу клише метро 2033 а метро 2033 сериал топе по моему связаны ровно на 0 процент не сказал бы ты знаешь просто глуховский это такой ну можно как-то его характеризовать сатириком но он постоянно пытается как-то подтрунивать на современной властью во многих его работах это читается на злобу дня да да и в данном случае тоже есть как раз этот подтекст вечный то что многие главного антигероя который по моему называется называется начальник хозяин да многие такие о это аллюзия на путина сразу ну вот какие то знаешь когда люди знают что это работа глуховского они видят сразу политические посылы но давайте к этому попозже дойдем сначала просто про сюжет да значит группа москвичей молодых все молодые я думаю там в районе тридцатника вот они значит каждый по своим причинам собираются поехать куда-то там значит поцеловки куда-то по всей видимости в архангельскую область какой-то чудотворность монастырь и там как как я уже говорил короткометражке чай петром мамоновым заземлиться каждый по своей причине там главный герой он создатель какого-то мегаприложения которое заставляет определяет врет человек или не врет вот у него значит рак мозга и мать ему говорит такая ехай ехай ты суночек вот там есть монастырь вот чудо чудотворный вот ты туда езжай и тебе значит там вот не зайдет благо вот он и говорит мам ты чё дура нас значит в итоге его убеждает он значит куда-то в твиттер он пишет давайте кто-то глагол го со мной жду вас на вокзале и вот толпа случайных людей вроде как случайных но потом вроде как и не случайных с ним едет куда-то на поезде где их встречает таксист вот и они значит по дороге к этому крому куда он вроде как везет они попадают в аварию но вроде как и не попадают опять же ужас да у них не работает мобильники у них ломается машина и о боже речка речка какой какой ужас мы не можем перебраться через речку что же нам делать но сюжет пересказывать конкретно вот дальше перри после переезда через реку бесполезно потому что он очень он насквозь метафизичен но он пронизан ужасом и непониманием происходящего вокруг которая охватывает героя который в этом всем участвует и для меня это как раз опять же путешествие из москвы в россию москвичи приехали в россию а там когда это просто лютая дичь но люди в этом как-то живут и в общем-то как-то 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 научились в этом всем существовать а москвичи смотрят и такие боже что 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 происходит такой ужас я вот как раз подумал о том что очень классно в этом проекте подмечена как раз но вот эта многослойность есть то есть много можно найти того что ты именно хочешь увидеть условно говоря если ты хочешь увидеть именно борьбу как бы москвы и россии она там есть там очень много такого метафорического до подтекста который заставляет задуматься и для тебя условно говоря это выходит на передний план фанаты к примеру глуховского которые ищут всюду политические отсылки они именно это будут подмечать ты знаешь это очень клёво когда в работе больше отражается зритель нежели сам автор но в этом и красота хороших художественных произведений блин вы знаете я наверно в этом плане выражу не очень популярное мнение что как раз таки вот эти политические отсылки и вообще в принципе отсылки на злобу дня не очень хорошо влияют на творчество глуховского потому что но я читал трилогию метро и в принципе еще наверно где три или четыре его книги я не знаю вот я просто смотрю на метро до когда вот эти вот первые несмелые его шаги и серии там войны и там нацистов и красноармейцев там на линиях метро к третьей части это все уже это уже просто какой-то гротеск получается но он действительно с этим переборщил ты когда читаешь метро 2035 по мне так это уже начинает сильно портить книгу это как будто начинают вот давлять над основным сюжетом слушай по моему как раз в топях это вообще никаким образом не соотносится с основным сюжетом вообще говоря топе они настолько крутые тонкие и проработанные что вот это все все что вообще говоря показывают на экране все что тебе говорят прямым текстом это все имеет очень маленькое значение а само произведение гораздо тоньше и гораздо глубже но мы тут рассматриваем как я вначале сказал именно физический план они мета физически вот потому что мета физически я могу говорить об этом часами наверно об этом сериале потому что он очень глубокий там он такой красивый как кружево такое я я в большом восторге вот но на физическом плане я там лично вижу поездку москвичей в россию и весит ужас от происходящего потому что там есть какой-то комбинат который загрязняют воду господи а люди почему-то пьют такой кошмар вот я не тоже эту воду начинает пить и тоже у них крыша начинает ехать ну да то есть если взять основную концепцию она как раз вокруг этого строится это такой отправной точкой как раз и служит нашим обсуждение сегодня прикольно как он именно это выбрал с точки именно захода да вот а есть еще кстати там вот этот вот хозяин он же она же тоже все настолько гротескно как ты хорошо один выразился и она очень клишей на это же вот эти стереотипы потому что когда там появляется хозяин я орал просто голосандру потому что этот хозяин приезжает на чем вы вы подумали на блин черном гелендвагене он там приезжает на чем он еще приехать конечно же на черном гелике тонированном он приезжает вот и как раз таки в этом плане то о чем ты говоришь что хозяин это вроде как модели какого-то там значит путина это модель как раз таки местного хозяина это модель скорее вот этого депутата или кто-то мэрон до из девиафана да мы скорее он хозяин да это он хозяин а а москва тут вообще не придет опять же я просто как бы сказать как многие увидели то что хотели увидеть то есть кто-то как раз увидел именно эту отсылку именно так ее воспринял я не утверждаю то что это как раз все ну согласен с этим мнением но читал очень много мнений на отсчет в целом я просто думаю о том что люди видят то что хотят видеть да да как раз как то 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 что обсуждается в этом фильме то вокруг чего и построен этот фильм когда люди они вокруг они формируют как бы свою реальность своими вот этими самыми сокровенными желаниями вот они сюда приезжают и исполняется их самые сокровенные желания у всех у каждого ну или страхи самые сильные чувства и реализуются давайте так договоримся я понимаю то что мы про топе на самом деле можем говорить достаточно долго и там очень много есть что разбирать если наш слушатель хочет чтобы мы выпустили отдельный выпуск подкаста именно про топе пусть напишет в комментариях и мы тогда с удовольствием о нем поговорить будем про него топить еще раз с вами встречи было бы классно вы знаете когда вы говорите про хозяина я почему-то вот начинаю вспоминать про еще одного такого можно сказать поэта глубинки быкова и в частности его фильм дурак валер вот ты вот часто говоришь о том то что ну там москвичей они могут приходить в ужас там от глубинки ли еще чего-то в фильме дурак нет насколько я помню действующих героев там откуда-то из москвы это какой-то маленький уездный город и ты знаешь конкретно у быкова получилось во мне вызвать вот этот экзистенциальный страх перед глубинкой потому что в этом фильме происходит абсолютный просто произвол власти и то что ты как знаешь вот ты говорил про мертвых ласточек когда ты третий герой и вот там точно такая же ситуация ты попадаешь в этот город где у тебя нет абсолютно никаких прав где про сейчас вот с минуты на минуту произойдет какое-то очень страшное событие и ты с этим ничего не можешь сделать но с тобой могут сделать все что угодно и когда я смотрел этот фильм и ставил себя на то место что если бы я туда попал вот это действительно было страшно вот тут в какой-то момент я действительно ловил себе на той мысли то что да вот я сейчас в москве тут наверно такого ужаса не может произойти хотя в принципе это опять же срез россии которые можно применить к любому региону по сути в каком более там страшном масштабе или в менее но это точно так же может произойти и везде мы обсудили сегодня много замечательных проектов которые обменены одной идеей осознать глубинку в россии ну со стороны кино именно и мне нравится то что разные режиссеры подходят к этому с разных сторон кто-то поднимает старый русский фольклор и делает настоящие хорроры которые действительно страшно смотреть пострашнее чем какой-нибудь техасская резня бензопилой например и когда это некоторые режиссеры показывают как какую-то отдушину и как вот валера вы же выразился карманную такую глубинку где-то можешь подзарядиться заземлиться и отдохнуть клево что в этом направлении движется наш российский кинематограф и создает какую-то свою условно говоря южную готику на которую интересно смотреть за которой интересно наблюдать и интересно куда это все дальше будет развиваться потому что я думаю то что тот же коммерческий успех сериала топи больше замотивирует многих киноделов и продюсерских компаний чтобы вкладывать деньги именно в такие сюжеты да и тут я предлагаю плавно перейти к разделу вангования который я приготовил я готов вангануть слегка и я вангую ребята что ближайшие годы начнется очень мощная экспансия как раз в кинематографе в сторону всей этой российской нечисти которая совершенно еще не освоена я имею ввиду российского вот этого фольклора да но мне хотелось бы на самом деле это видеть потому что это интересно это необработанный такой класс это самое главное то что знаешь есть такой ну не то что даже стереотип уже надоело смотреть на именно москву в полнометражных фильмах или в сериалах тот же дух лес например ну это уже как-то кажется таким избитым а страна действительно большая фольклор мощный хороший хочется смотреть за разными проявлениями как раз мне лично очень нравится куда все движется я тоже думаю то что в ближайшее время будет появляться все больше таких проектов которые про россию в целом про глубинки и с разными проявлениями вот знаешь мне кажется что как раз вот эти сценаристы писатели и режиссеры которые эти произведения написали создали они как раз это и чувствуют они как раз и чувствуют что зритель или или читатель он уже устал от вот этого вот всего он устал от этой москвы и как раз в этих фильмах главные герои из из москвы или просто из какого-то абстрактного города они попадают в окружении и они и им страшно потому что они не знают что же там вокруг и как раз вот эти произведения они позволяют через свою призму заглянуть за за замка заглянуть за пределы своей квартиры и увидеть а что же там вокруг да там страшно но но там интересно там по крайней мере что-то новое валер ты знаешь я с твоими вынгованиями согласен потому что до того как мы начали записываться я вообще в принципе вот думал о российском кино вот если брать именно постсоветский период то 90 и у нас правили баллом ну это фильмы и сериалы про бандитов ну как бы это даже любая мелодрама там условно этом не знаю страна глухих да там где глухонемых людей и там все равно криминал встречи стрелки терки убийства то есть это проникало вот во все сферы жизни а вот где-то наверно в 2004 шестом году началось вот это разделение когда в медиа начало просачиваться вот это понятие рублевка гламур супер богатая жизнь да там золотая молодежь кинематограф российский он как будто разделился в этот момент фильмы про бандитов это все осталось там на уровне т.в. ну какие-то такие низкобюджетные фильмы а вот основной кинематограф он как будто разделился на как будто пошел по двум путям первый это гламур как раз дух лис фильм жара и какой-то вот такой жесткий арт-хаус про глубинку и серии там не знаю груз 200 волчок но как бы всем этим гламуром богатой жизнью и какой-то туда ведь даже можно причислить и какие-то супер идиотские комедии летние над комедий club production да а вот этот арт-хаус он начал трансформироваться там появился их хоррор и в принципе какие-то интересные драмы ну более понятную широкому зрителю и дело в том что этим гламуром как бы все наелись а вот этой вот россии огромный неизвестный ей наездся невозможно потому что она невероятно разная везде да и это свежая струя которую по всей видимости создатели почувствовали и явно будет что продолжат развивать и нас ожидает еще много хороших интересных свежих произведений про нашу окружающую действительность а не про гламур бандитов или а мы это будем обсуждать и конечно рассказывать вам а вас ждут новые выпуски на apple подкастах google подкастах яндекс музыки вконтакте подкастах на кастбоксе и вообще на все аудиосервисах а также вы можете на всех аудиосервисах уже послушать подкаст тьфу деревня валера ковалева да пара валер спасибо что пришел к нам спасибо валер да пожалуйста очень рады были пообщаться с вами были толкователи а в частности вадим новиков и андрей кротов всем пока 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 пока